Студенты Крымского федерального университета сразились за звание лучшего танцора. В УЗИ прошли традиционные баттлы. Идея такого соревнования появилась в КФУ два года назад, когда образовалась команда Stutzavit Dance. С тех пор коллектив вырос в объединение «Альфа», а баттлы обрели статус не просто конкурса, а популяризатора культуры танца среди студентов, отмечает лидер команды Анастасия Фомина. В этом году наши баттлы мы решили все-таки делать на Open Air площадке, потому что еще первый год, когда был, мы собирались делать это на улице, но все шло против нас. В этом году мы решили, что даже дочь нам не помеха, потому что своим настроем, эмоциями мы разожжем этот танцпол, и все будет круто. Днем участники посетили два мастер-класса от профессиональных хореографов, а вечером собрались на открытой площадке университета. Сюда пришли те, для кого танец не просто хобби, а возможность показать себя, обменяться энергией с другими и получить удовольствие. Победу в сольной категории среди профессиональных танцоров одержала студентка института медиакоммуникации, медиатехнологии и дизайна Дарья Старенченко, а среди начинающих лучше стала студентка института филологии Александра Перфилова. Девушка только начала свой танцевальный путь и впервые приняла участие в баттлах. Я год уже танцую, нужно как-то выходить на другой уровень, стараться показывать баттлица, учиться вообще, соревноваться с людьми. Увидела, что статсовет организовывает баттлы, решила попробовать порадоваться. Специальная категория этого года – шоу-кейс, перформанс в конкретном стиле танца под заранее выбранный трек. В этой категории победу одержала кей-поп-кайверденс команда «Гиверс». Она была создана весной этого года, но уже успела заявить о себе. Мы, в принципе, очень сплоченные, у нас нету никаких разногласий. Мы даже когда проекты выбираем, у нас царит одна атмосфера, и мы сразу выбираем, приходим к одному варианту. Баттлы прошли в университете в третий раз. Организаторами традиционно выступили совет обучающихся КФУ и танцевальное объединение «Альфа». В этом году в мероприятии приняло участие 29 молодых талантов, для которых танцы больше, чем искусство движения. Это способ общения с миром и ритм жизни. Каролина Лазарева, Михаил Пагомий, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.